Взрослая жизнь. Эти два слова, с одной стороны, открывают полную свободу для человека, а с другой стороны, пугают уже первыми буквами. Для каждого человека взрослая жизнь — это два совершенно разных понятия, да даже не два, а просто целые миллионы. Я, думая о том, что скоро предстоит мне какая-то взрослая жизнь, предстаю к какому-то недоумению. Для меня 11 лет в школе — это просто обычное времяпровождение, весёлое. В общем, это время, когда ты просто отдыхаешь, на самом деле, хотя многие школьники считают, что «О, Господи, это школа, она просто все мои силы выносит из меня». Но я просто знаю, не то что кардинально не согласна, но могу предвести контрагменты, что если сравнивать школу с универом или работой, то я думаю, вы захотите вернуться в школу до 100%. Я вот сейчас рассуждаю, такая, типа, вся умная, на самом деле, я до сих пор не знаю, кем я хочу быть. Да, кстати, в 11 классе. Привет всем, кто сдаёт ЕГЭ, да, сочинения, которые ввели. Да, немного сочинений. Зачем? Я думаю, многие сейчас просто поставят плюс, лайк, не знаю, что угодно. Зачем сделали это сочинение в декабре? Вопрос, который волнует, наверное, многих 11-классников, 10-классников, в общем, тем, кому предстоит это сдавать. Ладно, ребятки, которые сидят в гособразовании. Ладно, мы бы сделали это за год, за два, мы подготовились и написали бы прекрасно. Но делать это за лето, не знаю, говорить об этом только в сентябре и писать экзамен уже в декабре, на самом деле скажу, что это бред. Ладно, всё, о сочинении больше ни слова, потому что эта тема немножко такая щепетильная, она немного меня убивает. Но я написала пробный экзамен, в принципе, на зачёт, поэтому я не сильно боюсь. Дальше. Сдадим мы этот ЕГЭ, да, все сейчас говорят, господи, скорее бы сдать ЕГЭ. Сдадим. А дальше что, ребят? Взрослая жизнь. Школьная жизнь закончилась, отдых закончился. Я просто не представляю, как это всё будет. Если я уеду в другую страну учиться, если я буду работать в другой стране без своих родных, я буду одна. Меня это, конечно, с одной стороны пугает, но с другой стороны, это же откроет столько, много разных возможностей. Новый круг общения, новые лица, новые интересные места. Это пугает и вдохновляет меня просто всё больше и больше. С каждым разом, с каждым днём я понимаю, что всё-таки я хочу учиться в другой стране, в другом городе. В принципе, в Калининграде я скажу, что тоже неплохо учиться, но ребят за границей рулит. Сейчас в моих планах отучиться два года в Калининграде, после этого уже поступать в Германию, так как в Германии 13 классов, да, не так, как у нас 11. Я очень надеюсь, что у меня это получится, и я приложу все свои усилия, чтобы добиться своей цели. Да, ребят, если у вас есть цель, идите к ней. И не просто говорить, я добьюсь своей цели, а делайте что-то. Делайте что-то, чтобы добиться своей цели. Когда я представляю, что я буду жить одна в Германии, в Германии, не в каком-то там, не знаю, соседнем, да даже в своём городе в общежитии. Нет, в Германии, в Германии, в Калининград, в Германии, это немного далеко. Меня это пугает, потому что, а что буду там есть? Что буду готовить? Кто носочки мои стирать? Я думаю, многие сейчас из 11-классников в полном смятении. Куда им идти? Многие сейчас думают, что, ай, господи, поступлю куда угодно, какая разница? На самом деле, я не придерживаюсь этой позиции, поэтому каждый день у меня начинается с того, что кем я хочу стать, и каждый вечер заканчивается обсуждениями в моей голове, что же я всё-таки хочу. Просто я задумываюсь о том, что как всё быстро жизнь идёт. Да ладно, шучу, жизнь не быстро идёт, но всё равно, согласитесь. Вы сами, наверное, сейчас думаете, какой ужас, я только что в садике была, я только что была в первом классе, а уже выпускаюсь, а уже в универе, а уже на работе, и ааа, что делать? Я вообще в шоке от будущего. Понимаете, у каждого человека становится эта мысль, а у меня она становится каждый день. И я каждую ночь засыпаюсь с такими мыслями, а сколько у меня будет детей, где я буду жить? И эти мысли перебывают одно, всё будет хорошо. На самом деле, я думаю, что всё будет хорошо, действительно. Просто главное верить в это. У многих в этом возрасте становится ещё один вопрос. Что же они хотят за работу, которая будет доставлять им удовольствие, но на которую они будут получать достаточно очень мало денег? Или же работу, которая будет просто амобоссис? Ну, вы знаете, что там, но удовольствие она не будет доставлять, а даже будет донимать, будет очень нудно. Каждый человек перед собой ставит свои цели, и если вы сможете сидеть на работе, которая скучна для вас, идите, никто вам не запрещает, идите туда, куда вы хотите. Если вы знаете, что вы хотите стать поваром, или певицей, или этим, стремитесь к этому, но главное, делайте что-то. Делайте что-то, хотя бы час выделяйте тому, чтобы усовершенствоваться, чтобы усовершенствоваться в деле, в котором вы хотите раскрыть себя. Вообще, почему эту тему я выбрала? Я думаю, что она достаточно актуальна в это время. Мне было бы очень интересно услышать ваши комментарии, решили ли вы кем хотите стать, и вообще, хотите ли вы жить в своей стране, или хотите переехать от родителей. Пожалуйста, пишите вниз. Я вас всех очень люблю. Пока!